МИРНИНСКИЙ РАЙОН МИРНИНСКИЙ РАЙОН В целом, если говорить о всей сумме, это более 100 миллионов рублей, которые вот и с налогом на АПИ, и НДФЛ и другими отчислениями мы получаем от недропользователей. Четвертый год подряд увеличивается население Мирнинского района. Если раньше к нам приезжали граждане из Средней Азии, то теперь едут из регионов Сибири. Лидирует по миграции население Бурятия. Далее за ней идут Алтайский и Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области. По рождаемости тоже положительные, изменений нет. Уже пока мы видим, что у нас опять тысяча детей родится в городе Мирнинском районе. Это вот четвертый год подряд. Администрация Мирнинского района возобновила стабильную работу местного молокозавода. В результате предприятие запустило новую линейку продукции. Это газированные лимонады и молоко в новой упаковке для детей. В качестве эксперимента молоко уже начали бесплатно получать учащиеся младших классов школы номер 26. В следующем году попробовать новую продукцию Мирнинского молокозавода смогут все школьники района. На этом местные власти решили не останавливаться и готовиться к запуску очередного проекта. Мы сейчас отрабатываем проект по молочной кухне. По молочной кухне именно на базе нашего молокозавода. Это дорогой, долгосрочный проект, но я надеюсь, что он будет успешно реализован. И мы начнем именно для молодых мамаш и для молодых жителей Мирнинского района реализовывать именно, восстановим работу молочной кухни. Выставки-ярмарки местных сельхозпроизводителей будут проходить в Мирном Айхале и Удачном постоянно. Первое подобное мероприятие прошло в сентябре и собрало 23 товара производителя с разных районов республики. Мясо, молоко, сыр и многое другое раскупили в первый день. Это показало всем, что качественный и натуральный продукт очень востребован местным населением. Принято решение, что в декабре ярмарка будет и в Мирном, и в Айхале, и в Удачном. Но это рыбная и мясная. Затем будет у нас весенняя, еще будет летняя и осенняя. То есть мы надеемся, что это будет такой вот квартальный проект большой. И все больше и больше производителей сельхозпродукции местного производства из Якутии будут приезжать сюда на эту ярмарку. И действительно, те предприниматели, которые были, приезжали, они были приятно удивлены, что все-таки есть спрос на их продукцию, покупательский спрос. И все обещали приехать, если не получится зимой, то весной, то летом, обязательно в город Мирный. Этот проект будет дальше реализовываться, и мы хотим охватить и северную нашу площадку. В Мирный доставили аппарат МРТ для исследования внутренних органов и ткани человека. Стоимость покупки составила более 100 миллионов рублей. Приобретен он медицинской фирмой «Профмед» в рамках социально-частного партнерства с администрацией Мирненского района. Местные власти предоставили помещение под новую клинику и установили люготную арендную плату. Сейчас происходит монтаж данного оборудования. Затем начинается технологическая система присоединения, сервисное обслуживание, получение лицензии. И к концу года есть дорожная карта, составленная «Профмедом» по согласованию с нами по пуску МРТ. И к концу года МРТ заработает. В Алмазном крае начнут выдачу продуктовых талонов для малоимущих граждан. Проект будет реализован с помощью социальной карты гражданина Мирненского района. Этот проект появился год назад и уже показал свою востребованность. До этого года материальную помощь переводили на карты в денежном эквиваленте. Но теперь администрация решила изменить эту схему по объективным причинам. Не деньгами давать, не деньгами. К сожалению, люди не используют то, что мы даем материальной помощи. Мы столкнулись с тем и вынуждены, я говорю, к сожалению, на следующий год, но запланировано где-то 500 продовольственных талонов из расчета 1000 рублей через магазины, которым будет реализовываться социальная карта, чтобы люди могли отовариться. К сожалению, это вот суровая объективность, которая вынуждает нас, понимая, что есть люди в очень тяжелой жизненной ситуации. Это только часть проектов, реализуемых местными властями для улучшения жизни в Северном крае. Работа ведется по всем направлениям, и все большую роль в этих процессах играет инициатива самих граждан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова